Прямо сейчас в моем дискорд сервере идет розыгрыш на 5 игр в стиме, бюджетом до 300 рублей. А также я открыл свой приватный сервер по террарии. Вся информация в дискорд сервере, ссылка в описании. Так, подожди, лампшейд, это знакомый какой-то чел мне, кстати. Я только сейчас почему-то это понял, по аутарке. Либо ютубер, ты бляж, ты еб, ты бляж. Приветствую мои абсолютно адекватные, ни капельки ничездачные подписчики. С вами снова я, тот, с кем никогда нельзя. Сегодня мы с вами продолжим нырять в такое интереснейшее контентное обновление, как 1.4.4. Такой маленькой и неизвестной инди-игры, как террария. При этом будем облизывать и обнюхивать второй еще не затронутый мной под класс, известный в комьюнити террарии, как хлыстовик. По факту я просто промчусь по игре, порой вклю и ознакомлю вас с увлекательнейшим геймплеем хлыстовика, у которого, напомню, первые 4 часа геймплея будут абсолютно безорушены. Это пизде. Что ж, Кукош, предлагаю тебе окунуться вместе со мной в этот удивительный мир хлыстовика в террарии. Итак, прохождение начинается не с традиционной рубки дерева, а с мотробистиария. Ведь чтобы получить первый хлыст, надо заполнить 153 ячейки. А это значит, что дела у нас идут хуже женской выгоды. Рекомендую построить дома. Дело, конечно, не особо прибыльное, но для начала игры пойдет. Зря я, конечно, не пошел на архитектора. В чем же будет заключаться моя гениальная тактика сбора запихей, спросите вы. А я вам отвечу. Гидик, гидик, давай, давай. О, плюс один. Террария веселая игра, говорили они. Ну убей же ты их из своего лука, рукожоп. Я пошел в джунгли, и опа-на. Как вы уже, наверное, начали понимать, все мои видео идут обычно через прокачку брони на воина, и тут мы без этого не обойдемся. Так как я буду использовать не апсидиановый сет, а броню воина, ведь она, во-первых, неплохо действует на оружие хлыстовика, а также обеспечивает мне хорошую защиту. Ведь я просто рачела, которая не умеет уклоняться от атак боссов. Пора уже к этому привыкнуть. Ну а пока я вам это все рассказываю... Стоп, что? Вы чувствуете злобное внимание? Мама. И теперь, спустя 4 часа увлекательнейшего геймплея, я могу заменить свое основное оружие с NPC-шников по имени Гид на кожаных лыст. Правда, жалко то, что мне пришлось его сменить через 15 минут. Мда. И уже через 15 минут на руках я имею такое крутое оружие, как крапивка. И честно говоря, я понимаю, почему мобы от него вообще теряют хп. В будущем я буду ее использовать еще пол хардмода, а пока что глаз ктулху. Босс-то сам по себе несложный, а получить с него щит ктулху всегда приятно. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, после небезоспешного лутания островов, я решил пойти на мозг ктулху и пам-пам. О, привет, а кто это тут у нас? Время крафтинга объединяем все уже имеющиеся у нас аксессуары. Лишним точно не будет, особенно на нашем этапе игры. Добро пожаловать в кишку мозга ктулху. Итак, краткий гайд на босса для новичков. В начале на нас летят все вот эти вот глаза странные, ползун их зовут. Но у них есть пахан, как раз таки наша цель. Убиваем всех его деток и начинаем настоящий боссфайт, который по сути ну такой себе. Так, делаем кирку, броню на война, как я уже сказал почему, и идем в данж гонять лысого. Мне нужно убить этого спитбольного, чтобы получить доступ в данж и злутать себе, во-первых, несколько ништяков, а во-вторых, кости на новых лыс. И пока что этот кентик поддается достаточно легко. А вот он ты. Я-то думал, куда подевался мой маленький антикнокбэк. Итак, пришло время сделать мое следующее оружие. Мой кривой позвоночник. Крафтится он из 90 костей, 55 ваутины, что скажу я вам, не так очень много. Затем я искупался в лаве и добыл материалы для самой лучшей брони в террарии для холстовика в дохартмодье. И пусть появится челик и скажет, что ты, конечно, молодец, но ты должен был проходить игру только в апсетяной броне, но только с ней и никакой другой, и пофиг, что у него всего 20 защиты, ты должен был с ней пройти. Затем я искупался в лаве и добыл материал. Лагерной винтовкой мне является грустный пепе. Ну ничего страшного, пойдемте за рудами. О, нифига, кобальт, рехалк. Опять я копаю обувственную адамонтит у себя в мире. Я не жалуюсь, я просто ною. Вы, наверное, думаете, что я делаю, а я по традиции хочу сделать демонические крылья в начале хардмода, чтобы... О, пирог арпии. Похоже, с этого момента традиция отменяется. Во время того, как я спал, начал вся дождь. В обычной ситуации я бы подумал-то, что к утру у меня случится гайморит, но в террарии это значит, что началась нежная буря. Начинаем фармить ледяного голема и создаем им боющий хлыст раннего хардмода, которым я буду убивать всех механических боссов. Ведь опять же, хлыст охины плоти мне не выпал. И уже ночью со своим ледяным прислужником мы начали спрашивать у господа дестроера за его гнилой базар. Надеюсь, эффект от хлыста никто не назовет нарушением челленджа. Ведь это не хлыст, а надо он атакует. После победы над клестом я получил святые слитки на дюрандаль. И это очень даже классное оружие. Ведь при попадании по врагу оно увеличивает скорость своего удара, как непопихшенная обхидиановая броня. Как же я по тебе скучаю. В любом случае, следующими идут бликинцы. Я думал, что мой хлыст не сможет до них доставать, но оказывается нужно было просто двигаться правильно. Ну а далее идет только механический лысач. Но с ним я тоже сумел разобраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пришел в джунгли, чтобы собрать немного хлорофита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой красивый святой, бля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я пошел фармить свое последнее оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подэт она в данже с каких-то скелетов. ХЗ просто убивал всех подряд. А также мне нужно делать черепашью броню. Если вы меня хотите спросить, почему я не хочу убить королеву света ради крутого холста, то вот вам коротко о разговоре моей шизы в голове. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попробую... Ну, стоп, сколько у меня траев? Один. Тем более, надо подготовиться, Лена, максимум. И, бля, 30 ты и без бафов убьешь. Ну, если там помансуешь немного. Ну, дамочка нужна будет, конечно. Я не хочу. Ну, не хочешь, блядь, Илья, ты сейчас приебешь траев, будешь еще тысячу лет сидеть фармить. Или скажешь, эээ, блядь, блядь, призвать габду. Так и будет. И все, и закончишь стрим. Охуенный стрим. Или наоборот, ты сейчас попробуешь еще раз убить Монлорда, убьешь его, и в стрим, блядь, полчаса, и все, закончим. Охуенный стрим. Так и хуйня, Илья. Ну, типа, тебе лучше максимально подготовиться, сейчас еще часик, полтора посидеть, пообщаться, проиграть, попотеть. Сейчас голема драка. Сейчас потом императрица. Все же интересно, как императрица проходит. Ну, типа, и все, ну, и ты попробуешь убить. Не убьешь, похуй, дропишь. Да? Кстати, важная новость. Некий Фатаза Хы все-таки увидел мое прошлое видео с его приколом. И отреагировал так, что, в принципе, он основывается нейтрально к тому, что у него берут некоторые фрагменты видео. Поэтому сейчас я опять украду фрагменты из его видео, а вас я попрошу написать в комментариях, что в конце я показал очень прикольный прикол. И вы до этого его нигде не видели. Чтоб Фатаз, когда наткнется на это видео, не подумал, что у него опять кто-то что-то украл. Твою мать, блядь! Финальная битва с Мулордом в основном прошла как по маслу. Но все-таки думаю, сплетью Королевы Света было бы чуть полегче. Но опять же не вижу смысла чисто технически затягивать это видео. Если вы хотите спросить, почему это видео делалось так долго, то я вам не отвечу. В любом случае, спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, вступить в дискорд сервер. Если же вы хотите поддержать видео рублем, то ссылка в описании. А у микрофона был Ламшет. Пис. 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 Продолжение следует...